ДИЛП 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 Для которых естественным и нормальным является работа с информацией по перс данным клиентов каршериговой организации. Обратили внимание на целую группу, на их активность по записи на USB. И с учетом временной шкалы проследили, что весь отдел 10-20 скриншотов делает, записывает и по определенным образом работает с данными. А один товарищ, прям вот по возрастающей, начал себя проявлять, и за дня в день все больше и больше данных копит, накапливает на соответствующие носители. Здесь, соответственно, специалист по безопасности выдвинул версию, что это все неспроста. В вопросах профилирования всегда нужно исходить от того, что в действительности хищение материальных ресурсов, либо информации, ну если она представляет ценность, то это даже экономическая безопасность, они всегда будут происходить. И происходили. Каждый с работы, он не гость, он руководствует правилом, что я не гость, я унесу хотя бы гвоздь. Он уносит то, с чем он работает. Если он не может унести что-то в карманах, он уносит это на флешки. И это будет происходить всегда. В этой связи, вовремя спрофилировав отдельно взятого работника, менеджера, он же работает за деньги, а в регламентах расписался только для того, чтобы эти деньги продолжать получать, а не для того, чтобы приносить максимальную прибыль работодателю. Поэтому обратили внимание, что в один из отдельно взятых дней он уж слишком злоупотребил, то есть, сделав 126 снимков экрана, он же их на USB записал. Событие не зарегистрировано, оно потом будет зарегистрировано, когда будут разбирать случаи залета, когда средства массовой информации обо всем объявят, когда клиенты начнут теряться. Но заинтересовались, либо это работнику больше всех надо, и он хочет принести максимальную прибыль работодателю, либо он преследует личный корыстный интерес. Я еще обращу внимание на группу, по которой он работал. Не факт, что вам будет видно, я процитирую, это контртеррористы, определенная группа клиентов, по которым информацию могут запрашивать правоохранительные органы. Это работа правоохранительных органов запрашивает эту информацию, а коршеринговая организация должна просто объединять определенных клиентов по этим признакам, чтобы вовремя представить информацию. Почему он информацию, понятное дело, распространял по определенной категории лиц? Потому что на рынке есть спрос. Он же злоумышленник не потому, что он с детства такой, а потому что он пришел, чтобы зарабатывать деньги. Если у него есть возможность заработать больше и безнаказанно, он этой возможностью воспользуется. Но вовремя спрофилировав, смогли предотвратить и канал утечки, и возможный ущерб, который мог бы быть им причинен. При этом спрос формировался определенной категорией лиц, определенными земляками, которые по своим же землякам покупали эти аккаунты. Для чего? Ну, коршеринг вам известная функция, это за 7 рублей в минуту надо постараться выжать все из автомобиля, чтобы, если уж не принести прибыль, то как минимум выйти в ноль. Вот, соответственно, эти товарищи умеют пользоваться определенным образом автомобилями, и с их стороны идет запрос. Он не обязательно должен с их стороны идти, но когда вы работаете в определенной организации, вы знаете, с чем работают люди, какие стандартные нарушения они совершают, с какими базами работают, кто на что способен, это и есть профилирование. Кто на что способен, от чего, чего и ожидать, в принципе. Соответственно, здесь, опять же, я говорю о том, что работать нужно проактивно, и не сидеть, ждать просто сработки по ДЛП, а потом разводить руками и говорить по имеющимся каналам, мне не присталось, возможно, ничего добыть. Ну, тогда и ценность работника будет вот чистый оклад, никаких премий, а когда придет время сокращать персонал, то сократят наряду вместе с менеджерами. Потому что руководству, у которого тоже есть регламенты, ему для чего они нужны? Для того, чтобы все расписались, и потом не нести ответственность за отдельно взятых лиц. Если и безопасность не отработала, и менеджеры не отработали, ну, тогда сокращаем, набираем новый состав. Но сами руководители себя, в принципе-то, и спасут. Кроме того, например, на госслужбе мы очень часто сталкиваемся, ну, не только госслужбы, но и вообще везде организации корпоративного сектора, где есть средства бюджетные, либо вот просто корпоративные, там все говорят, что мы очень внимательно следим за аффилированностью, ее, в принципе, никакой нет. При трудоустройстве проходится определенная проверка, но в динамике кто-то мониторит? В принципе, стараются. Есть даже специальные ресурсы, типа Spark, здесь можно в профессиональной среде называть, в них можно загрузить список ИНН всех своих работников, и тогда, если этот ИНН вдруг прострелит по регистрационным данным, то вот так вот на дурачка вам придет информация, что тот, кто вас возглавляет отдел, вдруг он еще и самозят занятый, и там пирожки печет, торты, там, ну, бывает. Ну и что, отработали информацию, забыли. Да. А как можно проверять с точки зрения профилирования, с точки зрения угроз, исходящих от работника? Можно обратить внимание, ДЛП все равно же аккумулирует информацию из различных источников ваших, служебной информации. Он работал в отделе государственных наград, товарищ Матвеич, старшим референтом, вообще невысокое должное, за 7 лет, что он там проработал, в принципе, мог бы выслужиться до большей, но он доволен. Он доволен, почему? Потому что с точки зрения профилирования нужно проверить, может быть, там тепленькое место, поэтому он и счастлив. Ему, конечно, с точки зрения госслужбы, вот ни айс, ни должность, ни подразделение, ему там дважды год надо, там, не лежачего работы, дважды год на Пасху и на День Победы ветеранам отправить поздравительные открытки. С учетом современных технологий личного кабинета на госуслугах, ему просто там приложить поддельную подпись губернатора области и, в принципе, забыть об этих всех поздравлениях. То есть язык, кто в своем бережет, марки клеить не надо. Но, когда посмотрели с точки зрения профилирования на возможную угрозу от него исходящую, на то, с чем он работает, не дожидаясь, то есть работая проактивно, не дожидаясь работок на ДЛП, то обнаружили следующее. А работник прекрасно знает, что у нас с 2007 года борются с коррупцией, более-менее успешно, но борьба будет всегда продолжаться, а нам нужно как бы и не зевать. Обратили внимание на его активность с точки зрения временного периода, и вот он с начала января по февраль, но никак себя не проявлял по определенным каналам. И тут вот в отдельный взятый день февраля в период он проявил себя в том числе и по каналу USB. Если бы работнику было бы это свойственно, он бы проявлял себя с определенной периодичностью. Это как бы поведенческая особенность. Если ты с чем-то работаешь, каким-то образом, то ты так и работаешь. Ничего криминального не обязательно должно содержаться в отдельно взятом перехваченном сообщении. Не факт, что в нем есть даже зарегистрированные события, а именно даже в нем и нет никакого зарегистрированного события. И я поясню, почему. А, мышка теряется на белом фоне. Неопределен никакой информационный объект, не зарегистрированные события. Почему? Ну потому что работая в отделе государственных наград, работать с договорами – это нормально. И те, кто из вас работает с ДЛП, он прекрасно знает, что он просто отключает сработки на определенные подразделения, потому что они работают с этой информацией, ну и зачем мне что-то регистрировать. Но работая проактивно, можно просто посмотреть за весь период, как они работали и с чем они работали. А еще сопоставив должностных лиц одного подразделения, понять, что кто-то вот слишком активен. Либо притаился, как, кстати, было на карантине. Некоторые очень добросовестно отнеслись, я когда работал на пилотах, у заказчиков. Некоторые добросовестно отнеслись к тому, что на карантине не надо работать, и в первые месяцы реально притаились. От них даже трафик никакой не сходил, они руководствуют все. Меня не беспокоят, и я сам тоже зря не вылезаю. Вот эти активности, по ним не бывает в принципе сработок ДЛП, но монитория в группе, профилируя должным образом, они выявляются. В данном случае, я думаю, уже частично вы прочли. Реальность заключалась в том, что ему известно об борьбе с коррупцией, о том, что он может быть дисквалифицирован на определенный срок, может потерять рабочее место, забыть сказать о том, что там есть какой-то конфликт интересов. Пока схема работает, пока никто не дернул, а еще есть оправдание. Если руководство тянет эшелонами, почему я не имею права маленькую тележку вывести? Это я не руководствую к действию, я просто пытаюсь вам объяснить, чем руководствуются люди, которые относительно примитивно, с вашей точки зрения, совершают какие-либо нарушения. Но они совершают их сплошь и рядом, и везде. Так вот, мы сокрыли фамилию, потому что она слишком экзотичная, это определенная республика была, и там, ну, и зря прославлять не зачем, и фамилию мы сокрыли, потому что просто поверьте на слово. Он, работая в министерстве, определенным образом оказывал давление, ну, там, заинтересованное давление, на казенное предприятие в регионе, вот оно, казенное предприятие, договор именно заключает казенное предприятие с ИП-шницей, ИП-шницей его супруга. Когда он устроился, ну, как на госслужбе проверять, когда устроился, ты сообщил, кто где как, какую деятельность осуществляют. Ну, все, провели проверку, забыли, в динамике толком никто не расследует. Если даже вы в спарк вобьете ИНН его личный, но он вам его сообщит в форме при трудоустройстве, он с этим ИНН фирму не зарегистрирует. Но он так обнаглелся, что по прошествии нескольких лет работы он понял, какой тут масштаб работы, поэтому понял, что ему есть тоже на чем подработать. Соответственно, супруга с шестого года у него была зарегистрирована в качестве ИП-шницы. То же самое направление деятельности, связанное с наградами. Я думаю, вам известны исторические примеры, я не буду приводить налоги, когда супруг чем-то руководит, а его супруга на соответствующей территории занимается деятельностью, вот прям вот очень подходящей. А он потом еще говорит, я ее еле сдерживал, иначе бы она вообще давным-давно бы тут все застроила, и я, в общем, ее еле сдерживал, так что все очень честно. Так вот, а на чем она зарабатывала вместе с ним? Они медальки за вклад в развитие скота закупали, и самое главное, он в феврале оформлял документы за январь. Поэтому ему надо было на USB, поэтому ему надо было проявить себя и по веб-почте. Он просто ускорял процесс. Это вынуждено, он вообще-то умный, он жук. Но ввиду определенных постоятий, когда его клюнули, когда сказали, мы уже в реестр договор внесли, нам нужен договор, где он быстрее? Он там распечатал, сохранил, подпишет и без супруги. И самое главное, обратим внимание на цену, за 200 тысяч рублей ребята умудряются покупать 20 медалей за развитие скота. Это 10 тысяч рублей за медаль. Это 3 грамма золота. Можно было нормальную медаль взять, а не силу минного с позолотой. Так вот, а самое главное, когда сбудется его мечта регионального чиновника, и он купит, наконец, квартиру в Москве, то на вопрос соседа, ты на чем вдруг так поднялся, он спокойно скажет, как на скоте. И переходя к модулю поведенческого анализа, скажу о том, что чаще всего все говорят, это либо слишком сложно, поведенческий анализ, да это вообще нереально и вообще несерьезно, и ваш подход мы не хотим разделять. Тот, кто не хочет работать, найдет массу объяснений своему поведению. Заработная плата у вас не увеличится от того, что вы возьмете на вооружение какие-то новые методы. Это просто вопрос уважения к себе и развития личности. Поэтому, когда встал вопрос о том, чтобы в отдельно взятом регионе по поступившему звонку от контрагента, звонок заключался в следующем. Контрагент заявил, что наша служба безопасности точно знает, это в рамках конкурентной разведки, что у конкурирующей организации, которая тоже закупает на вашем складе, мы две конкурирующие структуры, но закупаем на вашем складе в отдельно взятом регионе определенного рода продукцию. И наша служба безопасности разрабатывает, точно установила, что у нашего недобросовестного конкурента есть свой человек в вашей структуре. там в региональном складе, который вовремя сообщает, в каком объеме надо купить, чтобы в акцию влететь, какие остатки есть на складе, чтобы тоже все скупить, и в результате все обратились бы к определенной сети клиентской, а не к контрагенту. Соответственно, отрабатывая этот звонок специалист по безопасности, у него была ДЛП, с точки зрения ДЛП нарушений опять же не было. Это вот УБА очень часто, она так и подчеркивает, и если даже есть отдельно взятое нарушение по человеку, когда начинаешь смотреть с точки зрения модуля поведенческого анализа, понимаешь, что масштаб вообще колоссальный. Этому человеку руководство из Москвы, а он тоже в Москве находится, поручило каким-либо, любым вообще просто образом, разработать, установить, кто сливает, кто этот человек, либо группа ЛИС. В результате что у него есть? ДЛП и пилот УБА проводился. Я у него получил разрешение, мы этот кейс демонстрируем, почти все заретушировали, оставили только то, что имеет значение. Как он действовал? Он взял отдельно взятую группу, то есть он профилактировал в подразделении, там было около 200 работников, 100 из них точно представляли возможную угрозу, потому что располагали сведения о складских запасах, могли в принципе сливать. Он с точки зрения поведенческого анализа взял группу по должности, маркетинговый отдел, сопоставил их. Вот эта вот красная полоса по типу, то что кто-нибудь из вас мог еще видеть в радиоприемниках Урала и Ригонда, это я вам для наглядности просто ее продемонстрирую. Модуль поведенческого анализа сопоставил и тут визуально представил, что у тебя в отделе есть сверхактивные товарищи, которые достаточно большой объем информации получают, и наверняка неспроста они, потому что очень хотят большим объемом информации владеть, распоряжаться и более качественно выполнять работу. Присмотрись к ним. В результате, вместо того, как обычно на практике бывает проверка в регионе, ты приезжаешь в регион, там танцы-шманцы, в результате тебя подпойно сажают обратно в самолет, и ты приехал в Москву с нулевым результатом. Я не говорю, что так всегда бывает, но есть такой риск. А самое главное, специалист по безопасности знал, ну и смысл, я приеду в этот регион, скажу, я из Москвы, вы не думайте, я не с проверкой, и пытаюсь там что-то проверить, запросить, ну и какой результат? Он отработал заранее, поэтому ему даже в конечном итоге не пришлось даже выезжать в регион. Заинтересовались отдельно взятым товарищем. Товарищ работал почти три года. С точки зрения кадров они начинают беспокоиться и говорить, что, наверное, он начнет морально выгорать, давайте его на какие-нибудь курсы отправим. Ребята, успокойтесь, нужен персональный подход к каждому. Просто группой размазывать, ну тогда и начнется то, что началось здесь. Они его для того, чтобы он морально не выгорал, отправили в Москву на курсы повышения квалификации. Москва, Санкт-Петербург, Сочи, все очень любят в летний период приезжать в эти города. Ленинград в период этих белых ночей, в Сочи, когда тепло и море и так далее. Ну кто с госслужбы, тот помнит, что лучшая конференция так, которая в Сочи проходит, а не в Академии госслужбы на Юго-Западе. Соответственно, там его познакомили, он познакомился с другими маркетологами, они установили, что в организации масштабно везде одни проблемы, он уже три года работает, заработная плата изменилась? Нет. Должность повысилась? Нет. Если ничего не меняется, то что обычно думают работники? Добросовестный так и продолжает работать. Нет. Добросовестный приходит к выводу, что в принципе или я меняю работодателя, или вообще идеальная схема, когда я остаюсь тут же, получаю заработную плату, и дополнительно подрабатываю. Нормальная схема, она почти всегда работает, смотря чем занимаешься и насколько это противозаконно. Так вот, когда заинтересовались им, установили, что модуль поведенческого анализа выстроил, он сопоставил все получаемые, отправляемые письма. Их очень много. Он в течение недели около тысячи писем отправлял, как внутри организации, так и вовне. Челкнуть на удачу из двух тысяч писем, я не думаю, что каждому из нас так повезет, что он какую-то фактуру вытащит. Еще и сможет раскрутить. Так вот, установили, что он по факту получал в неизвестных контактах. Вот, в неизвестных контактах. Внутренний неизвестный контакт. Как может быть внутренний неизвестный контакт, если почта заведена, то обычно мы думаем для работника, то все с ним взаимодействуют. Но эта почта была не для работника. Эта почта была специально техническая, которая получала выгрузки из служебных программ и в агрегатированном виде отправляла на периодическую основу топ-руководству. Но, если бы она отправляла всегда топ-руководству, то он не был бы неизвестен. Многие с ним взаимодействуют. Однако товарищ, когда он понял, что он морально выгорает, поэтому пора бы зарабатывать, он сдружился с айтишником в регионе. Тот перед своим уходом, ну, по-дружески подумаешь, перенаправил, он создал новый адрес, с которого рассылают для топ-руководства, а старую рассылку, на которую также агрегатированные данные поступают, он завел на него. И когда мы загрузили всю эту переписку, мы поняли, что уже более, ну, почти год, как специалист отдельно взятый, получает рассылку, его совесть чиста. Он не ходил на почту за подписными индексами, ничего не регистрировал. Он всего лишь приходил на работу, и кто-то ему вдруг начал это слать. Как он этим распоряжается, ну, мы ему это не привяжем никак. Подумаешь, это же не он настраивает, не он администратор. Никаких проблем. В результате, весь инсайт, который положен для руководства, топ-руководства, он его получал. Кроме того, когда обратились к подборке, а поверьте, в течение рабочей одной недели, человек вот подобной должности достаточно в больших объемах коммуницирует во внутренней среде. И здесь мы еще не говорим об утечке. Утечка произошла несколько иным образом, которая не охватывается средствами DLP по каналам. Обратили внимание на внутренние контакты лица, с кем он чаще всего взаимодействует. Установили, что он на дурачках запрашивает информацию у менеджеров по складским запасам. Мы не смогли тогда прицепить еще и менеджера по складским запасам, но специалисту по безопасности было достаточно. Он понял, кто, откуда, в каких объемах берет, избавившись просто от отдельно взятого лица, как это часто бывает в корпоративной среде, худшее наказание – это там увольнение. Канал утечки был прикрыт. Но самое главное – работа на профилактику. Редчайший случай, когда отрабатывает специалист по безопасности на профилактику, предупреждение о совершении новых правонарушений, озаботились опять же в карточке персоны кругом общения лица. И установили, что в круге общения его есть товарищи из Санкт-Петербурга, Краснодаров, с которыми он, в принципе, мог бы и не общаться. Да и вообще его коллеги так не делали. Когда обратили внимание, с кем он переписывается из Краснодара и Санкт-Петербурга, а также на то, что он весь такой, знаете, активный был, он даже с отделом программного обеспечения коммуницировал. Ну, чтобы быть на страже. Он знал, что есть ДЛП, он не знал, что пилот УБА идет. Установили, с кем он коммуницировал в Санкт-Петербурге и Краснодаре, поняли, что это те лица, один из них тоже, кстати, маркетологом был, и те регионы, где схема в одном случае уже запустилась, но пока звоночки не пошли, но они и не пойдут. Там все довольны, в принципе. А по бухгалтерским документам замучаешься это искать, контрагентов уже тысячи. А в другом регионе признаки подготовки к схеме пошли. Самое главное, устранив определенные бизнес-процессы, вот модное слово, но на самом деле просто должным образом приведя процедуру на соответствие того, чтобы они не совершались новые правонарушения, отработали на предупреждение. Специалист по безопасности отработал материал за 2-3 дня, не выезжал в регион, вдали от своей семьи, не пребывая, пусть эти космические 700 рублей командировочных он не получил, но самое главное, он вовремя отработал, смог, сработал на предупреждение, и начальство было более чем восхищено. Это говорит о чем? О том, что модуль поведенческого анализа дополнительный функционал, это изобличение порой тех откровенных моментов, которые работники все равно совершают в период работы в организации, по которым не будет зарегистрировано событий по DLP, а в связке DLP с УБОЙ мы всегда видим качественный иной результат. Кроме того, есть такое убеждение, что ребята с паттернами работать сложно, но мы для вас всех, но и для нас в том числе, все сделали на уровне картинок. Я не оперативный работник, но если кто учился или работал, он помнит оперативников, учат прям по картинкам, там чуть ли не комиксы такие советские в секретной библиотеке, и по картинкам действительно легко учиться. Поэтому мы все сделали даже на уровне картинок. Работа в выходные дни продемонстрирована. Работа ночью тоже. Освоить несложно. Что присутствует в паттерне? В любом паттерне есть описание требований на удовлетворение включения в этот паттерн. Есть список лиц, включенных в него. Отрабатывая так, проводили пилот, он закончился тем, что оставили систему, внедрились. В одной организации, у них очень крупная организация, вы все ее знаете, ее продукцией вы пользуетесь, вся центральная Россия ее поглощает с удовольствием. И охватить весь рабочий персонал в принципе невозможно. Но была смена в отдельно взятом, мы проводили пилот на одном из подразделений, и так как они производят продукты питания, то конвейер невозможно остановить и работали в ночную смену в том числе. Стандартный список людей, которые работали в ночную смену, это около ста сотрудников. Но к нему вдруг, чуть ли не под конец пилота, завелся еще один, добавился работник. Это один единственный мелкий факт, на который можно было не обращать внимания. Но, как известно вам, нам всем вместе взятым, один единственный факт порой способен при должном внимании к нему привести к цветку конкретному нарушению. То есть один, единственный факт, который даже по ДЛП не сработает. Но в действительности, при должном внимании, мы сможем поднять материал, на который бы не обратили внимание никогда, и, скорее всего, даже могли бы спокойно уйти с работы, закончить свою службу, и даже не думать о том, что что-либо подобного рода совершалось. Или если даже подумали о том, что совершается, не факт, что мы могли бы это выявить. Как в данном случае. Секретарь-референт, мы с фотографией специально сокрыли, для того, чтобы не отвлекать внимание, там руководитель нанял себе личного помощника, он узнал толк в секретарях, там девушка похожа на Агнетту Изаба, если кто помнит. Поэтому, когда сопоставили ее коммуникации, почему она вдруг в воскресенье отправила письмо вовне, но обратили внимание, что она отправила вовне, а внутри организации коммуницировала, нет, значит, ты же не решал служебную задачу. Когда ты решаешь служебную задачу в интересах контрагента или еще кого-то, ты сперва внутри все запросишь, потом отправишь вовне. Вот этот анализ, он чуть-чуть визуальный, чуть-чуть аналитический, но он достаточный для того, чтобы поднять следующий материал. Вот он, отдельно взятый факт. Она отправила сообщение через сервис букинга, требует, чтобы пропустили ее на парковку, она хочет заехать на парковку гостиницы, но это факт. Если его проанализировать должным образом, можно понять, что гостиница это соседний городок от места расположения штаб-квартиры производства. В воскресенье там не надо было заселяться. Большинство работников не заселяется в воскресенье вечером. Выселиться еще можно, но не заселиться же. Когда предложили эту информацию проанализировать специалисту по безопасности, здесь изначально я говорил, ну, скорее всего, служебный автомобиль, вы просто проверьте, перерасход бензина это не страшный грех, но, возможно, она начала злоупотреблять. Ей только месяц как работает в организации. Ей либо больше всех надо работать по воскресеньям, хотя из центрального аппарата в этот день никто не работал. Кейс достаточно простой. Здесь, отработав ножками, он несложно было, и порой это требуется, это минимально допустимое необходимое требование для того, чтобы кейс действительно поднять, а не только зацепиться и потом быть отшвырнутым руководством, потому что она скажет, так, ты не того разрабатываешь, ты не забывай, ты кто и ты откуда. Потому что агентов устанавливать нельзя. Я подмечу, агенты не были установлены на руководство. Она тоже, в принципе, руководитель определенный, там дважды была на свещаниях, один раз кофе приносила, она уже из топа. Ее нельзя трогать. Но УБА позволила дальнижним ей раскатать и агента. Поэтому, когда поняли, что в 6 вечера она заселялась в гостиницу в соседнем городке, он уже ножками сбегал и установил, что его там уже, кстати, ждали. Его ждали и хотели обратиться с просьбой к предприятию, больше не присылать своих работников, чтобы они там не устраивали. Полина устроила дебош просто, мягко говоря. Слово, кстати, культурное, ничего ужасного. Французы так называют вместо лёжки самки свиньи. Ну, заодно и они так, оскорбительно, но они так немцев называют, бошами. Так вот, соответственно, устроив этот дебош, он установил, там, конечно, не дошло до того, что она кабачковой икрой на всю стену название работодателя написала, но все равно попросили больше такое не повторять. Соответственно, когда он предъявил фотографии руководителя, ему сказали, вообще-то, ну, тут надо быть всегда же осторожным, чтобы что-то предъявлять и говорить, что Полина плохая. Он предъявил фотографию руководства, те ему сказали, нет, это не с ним, она была. Вот, и, соответственно, разве можно вот так вот, такое падение морального нрава в отсутствие работодателя, это просто недопустимо. Самое главное, она же не личные средства тратила, подумаешь, там, корпоративный автомобиль пропалила с надписью работодателя, и карточкой она работодателя, или карточкой расплачивалась, той самой карточкой, которой ей, как топ-руководителю доверили, чтобы она там газировку бегала, ей синтуки в 3 часа ночи покупала, и чтобы руководитель мог личные подарки там кому-то сделать, ну, бывает так, необходимость возникает порой. Да, соответственно, налицо растрата, и самое главное, должен сказать, что когда заинтересовались, это вот она одна, единственная такая, включила режим шальной императрицы в отдельно взятом случае, вот, или все-таки не она, единственная залетная, то после этого разрешили безопасности проверить все расходы по карточкам, аналогичным образом, они просто установили, кстати, она с личного айфона отправляла, нарушила режим конъюнкации и сама себя за это и наказала, то установили, что многие секретари, других заместителей, руководителей, более опытные, ее, в принципе, науськали, и схема достаточно рабочая и работает давно. Здесь редчайший случай, когда доказали экономический ущерб. И в заключение хочу сказать, есть наиболее простой паттерн, где вообще ничего делать не надо, надо просто периодически заходить, говорить, поднимать вот этот список, выгружать его, и говорить, что, ребята, у нас есть в организации должностные лица, от которых мы с горем пополам избавились, вот еле выгнали. И при этом, посмотрите, товарищи айтишники, там еще кто-то, кто там все это администрирует. Прошло там полгода и больше, а лица, пребывающие в паттерне мертвые души, продолжают получать информацию. А уже там средствами ОВИ, или как технология называется, они в принципе, они уже не работают в организации, но весь инсайт на регулярной основе, администратор все равно не смотрит за рассылкой, а когда вы специалисты безопасности мониторите, то вас волнует только утечки за периметр. А то, что внутри периметра что-то циркулирует, ну это в последнюю очередь. А внутри периметра циркулирует все возможные назначения, проблемы, работа с клиентами, условия сделок, будущие сделки, весь инсайт. И он циркулирует, и люди, с которыми с горем пополам избавились, как в данном кейсе, мне сказали, что там руководитель транспортного подразделения, дочки, и начальник отдела маркетинга, по-моему, директор по диджитал маркетингу, с горем пополам от них избавились. Один из них уже у конкурентов работает. Мы пытаемся бороться с конкурентами, обкладываемся продуктами, а пользуемся ими, так как, в принципе, могли бы пользоваться. Нет. Сидим довольны и говорим, у нас уже третий ДЛП, все ровно, все спокойно, подумаешь. Если не искать, конечно, никогда ничего не найдешь. Ну и в качестве заключения, хотелось бы сказать, что защититься от учечек информации, возможно. Необходимо профилировать, да, необходимо учитывать, в каком регионе работаешь, с кем, с какого рода информации, какая угроза может сходить от людей. Выявлять инсайдеров, громко сказано, мошенников, как минимум, присвоителей растратчиков, можно. И не только можно, но и нужно. Миф номер два, чиновник, его героя нашла медаль, в конце концов. Данные, которые были получены с использованием ДЛП, как-то использовали для служебного расследования, для следствия, еще для чего-то. Вы же знаете, что есть реестр дисквалифицированных лиц с госслужбой, специфичная практика, она ведется, там несколько тысяч работников, как правило, это несчастные милиционеры и медработники. Но и госслужащие тоже туда влетают. Да, товарищ не влетел, почему? В регионе прошли выборы, чуточку сменилась команда. И новой команде, для обоснования того, что кто-то засиделся и реально есть фактура, было предложено новой командой, как это часто бывает и в корпоративной среде, ну просто уйти по добру, по здорову. То есть это было как неофициальное доказательство? Да, неофициальное, потому что если бы это было оглашено либо привлекали к ответственности, то госслужба, ну формально там вышестоящий руководитель якобы несет ответственность за нижестоящего, если нижестоящий проявил себя с точки зрения коррупции, то сверху он должен либо больше всех громче кричать и говорить, что ты меня позоришь, либо в отношении его тоже проводится проверка.